здравствуйте дорогие друзья сегодня 8 января 2019 года и мы находимся у здания в анапе по адресу шевченко 280 а корпус 2 в этом здании находится мфц как расшифровывается я всегда забываю многофункциональный центр пристроено встроенном помещении в жилом доме дом жилой дом жилой сколько там этажей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 жилых этажей так жилых этажей вход со двора у них и наконец-то жители этого дома добились установки шлагбаума но как видим вот сейчас у них шлагбаум просто открыт до шлагбаум открытый ну и вот сразу будем рассматривать это место эту территорию с точки зрения ну простого обывателя простого жителя допустим женщины которая вот выходит с коляской ну тут часто я вижу вот отсюда на вот этот вот этот тротуаром это не назовешь это вот по сути это отмостка по сути это отмостка потому что ходить здесь неудобно летом кондиционеры постоянно на голову тебе что-то капает льется вот поэтому да а жители кстати почему сделали и долго добивались этого но вот допустим опять же смотрите вот есть такой пандус но он так так скажем не очень качественно сделал сделан и если даже сюда вот женщина закатит коляску а иногда вот вот такие вот автомобилисты перегораживают этот пандус вот ну вот это тут тут еще можно протиснуть коляску если кто-то пойдет с ней и вот если они идут по этому по этой дорожке которая вовсе не тротуар и па и почему вы сейчас это узнаете и вот они идут 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 но я говорю что летом здесь постоянно капают вода вот видите из этих вот они прямо свисают прямо вот это вот эти трубки их тут много мы сейчас покажем и вот мы идем вот по этой дорожке если даже мы идем и вдруг упираемся а что это а это вот так сделано крылечко mfc тут конечно закрыто потому что сегодня выходной вот все что делать человеку с коляской здесь уже очень высокий бордюр то есть приходится коляску опять или катить куда-то далеко или там кого-то просить а потом ты попадаешь сразу же куда а попадаешь ты на стоянку вот она даже здесь расчерчена вот смотрите тут есть разметка вот и попадаешь ты вот на стоянку то есть практически здесь на этой территории отсутствует тротуар может быть он на другой стороне смотрим нет ничего похожего на тротуар здесь вообще нет нигде нет и здесь у нас и здесь у нас снова снова стоянка снова парковка даже если как-то безопасно пройти по этому месту а вот смотрите вот мы стоим и ровно на нас смотрит улица тургенева вот она центральная линия то есть вот она дорога где тротуар тротуар здесь отсутствует даже если как-то безопасно пройти но вот вот там магазин пятерочка находится а вот и если пойти в магазин пятерочку вот ребенка допустим отправить и как он пойдет сюда подниматься ну ладно ребенок-то заскочит и пройдет и мы иногда проходим так вот а если опять же женщина с коляской инвалид старый человек с палочкой просто немощный человек как он пройдет поэтому это место я считаю она посмотрите и на какой скорости едет вот этот вот товарищ вот вот едет товарищ я здесь оказываюсь на я оказываюсь на проезжей части буквально вот а куда податься вот поэтому вот проблема этой территории возле мфц то что здесь отсутствует тротуар да вот есть пандус ну лужи это отдельно да а вот этот пандус ну понятно этот пандус для того чтобы людям попадать в мфц правильно да и получается что даже если представить что женщина какая-то с коляской проходит вот здесь в какую-то часть рискуя жизнь проходит по проезжей части здесь бывает все заставлено машинами это сейчас хорошо здесь нет машин но в будничные дни здесь очень все и кстати флаг упал вот флаг российский наш упал это тоже вот как раз очень хорошая иллюстрация вообще ко всей ситуации которая здесь сложилась так вот если женщина все-таки проедет по этому пандусу допустим ей надо в пятерочку вот в пятерочку вот туда надо и вот она едет вот она едет хорошо здесь ходят машины здесь все заставлено машинами но она едет здесь здесь достаточно ну то не считая что только капает сверху с кондиционеров и вот она едет 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 со своей колясочкой и что а тут ступеньки тут опять ступеньки туда нам в общем то не надо потому что мы идем в магазин нет здравствуйте скажите вот как вы относитесь к тому что на тротуаре здесь стоят машины вы часто ходите здесь ясно не отсюда ближе а ну там у вас видимо подъезд с той стороны да 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 а вот кто вот здесь живет часто наблюдаю что очень неудобно да и я у тебя хочу обращаться но в соответствующие органы которые отвечают за благоустройство да вот вот здесь он остановился но здесь очень конечно удобно удобно удобный маршрут как для людей которые приезжают в мфц вот но здесь пока еще остановка не оборудована и вот хорошо здесь вот водители идут на встречу останавливаются а еще сегодня выходной день поэтому сегодня тут машин мало можно сказать машин нет а вот когда начнется рабочая неделя здесь будет все запрошено машинами кстати остановиться не да кстати о знаках вот видите смотрите огромный знак который вот он просто огромен в европейских городах такие знаки не делают если делают то их делают только на загородных скоростных дорогах чтобы водитель имел возможность у издалека увидеть этот знак поэтому он такой яркий и еще с подсветкой в городах где в принципе скорость и так должна быть ограничена такие знаки неуместны дело в том что сейчас здесь хотя бы такой пусть будет но дело-то в другом дело в другом потому что этот переход только в одну сторону а вот куда дальше переходить непонятно да вот сюда это вот показывает отслеживаем в общем у нас задача как бы пройти вот в этот магазин пятерочка вот и вот отсюда перейти никак невозможно потому что спуск вот судя по понижению ну да вот этот кусочек тротуара перед парковкой кстати вот есть понижение то есть как бы вот сюда должны пешеходы спускаться и выходить конечно в лужу да но пешеходный переход хотя да здесь пандус понижение лужа как всегда конечно тут нет пешеходного перехода я говорю здесь пандус как бы вроде бы как бы для того чтобы скатывать коляски чтобы инвалид мог скатиться но пешеходный переход здесь отсутствует здесь сплошная линия идёт там прерывистая то есть то есть разметка чисто для автомобилей вот для автомобилей там место во двор и там тоже по руке наставлено поэтому место здесь очень неудобное здесь конечно вот эти машины нужно все убирать и я буду обращаться в ГИБДД потому что автомобили стоят с нарушением они занимают тротуар я даже сейчас вот вам покажу это вот прекрасно видно номера машин вот ну вот здесь вот есть лесенка вот в этот магазин чтобы попадать вот ну по сути это тротуар и вот эти машины они все стоят на тротуаре с нарушением правил дорожного движения вот их тут много вот есть пандус который трудно найти тоже среди этих машин вот но тоже все заставлено машинами вот вот номера тоже прекрасно все видны все номера видны и такая ситуация здесь постоянно хотя нигде не указано что здесь какая-то парковка да ее здесь и не должно и не может быть ну ладно достаточно нам для примера вот этих машин здесь у нас я уже показывал тротуар он присутствует вот но это не значит что надо на противоположной стороне устраивать парковку вообще по нормам по всем по нормам тротуар устраивается с двух сторон дороги еще от дороги он отгораживается газоном а дом то такой чудный в смысле в смысле а что незаметно ну да дом конечно фасад это супер одни антенны одни кондиционеры ну это да это вообще что-то тут видимо дом самый-самый смотрящий телевидение триколор это просто реклама триколора да сейчас бабушка тоже с внуком шла вот машина подъехал вот он подъехал все он подъехал вот даже парковка которая размечена он стал своим путем так вот здесь таким образом да а тут через сплошную линию так ну и вот друзья вот проблема в том что конечно нужно вот это место переделать да чтобы тут было и для пешеходов потому что сведением в строй вот этого комплекса тургеневский квартал который за территорией МФЦ здесь поток людей увеличился люди ходят в магазин люди ходят на остановку вот которую я показывал который здесь нет вот поэтому необходимо для удобства людей конечно здесь все делать иначе убирать в первую очередь убирать парковку я понимаю ГАИ им согласовало я понимаю что у них все согласовано в ГАИ парковка у них на законных основаниях но поскольку здесь жилой дом парковки здесь быть на таком расстоянии не должно не ближе чем в десяти метрах это если машин до десяти штук машин тогда десять метров от фасада здесь понятное дело никаких десяти метров метров от фасада нет но дело в том что тут просто напросто интересы пешеходов никак не учитываются тротуар заканчивается ровно у парковки и дальше идти пешеходам некуда ну проблема даже тут ясна что тут просто отсутствует тротуар отсутствует возможность для людей перемещаться из того двора идти сюда вот в тот же магазин на остановку вот людям приходится идти через вот эту вот парковку просто по проезжей части все а проезжая часть это еще раз напоминаю сегодня выходной день на этой проезжей части люди приезжают в МФЦ уезжают из МФЦ подъезжают разворачиваются едут в офисы продаж едут тут уже много офисных зданий едут кто-то просто подъезжает к пятерочке негде ему остановиться разворачиваются потому что в обычные будние дни здесь все заставлено машинами огромный жилой комплекс который конечно заселен уже и автовладельцев тут очень много на тротуарах и вдоль тротуаров все заставлено машинами остановиться и проехать здесь даже просто проехать даже по проезжей части и то трудно а уж не говоря ну вот он как едет то ли он по левой полосе то ли по правой то есть это норма то есть считается что вот эта территория как бы тут надо не требует никакого соблюдения правил тут вот эта площадь действительно сделана изначально неправильно тут нужно сужать проезжую часть до до минимума до минимума да чтоб тут не гоняли ездили спокойно вот именно вот он с какой скоростью тут проехал а ведь это жилая зона между двумя жилыми домами по сути это уже придомовая территория но она воспринимается все равно как дорога она оформлена как дорога и прав и воспринимается так автолюбителями как автовладельцами как дорога хотя здесь это уже нужно как то по другому совсем делать и это задача я думаю дорожников и сотрудников ГАИ потому что в первую очередь о безопасности в общем то должны думать они и они должны думать как это сделать правильно поэтому обращаться они все сделали неправильно обращаться я буду в ГИБДД в администрацию и в прокуратуру почему в прокуратуру потому что нужно будет уточнить у прокуратуры чтоб она выяснила не было ли нарушений в проектной документации то есть был здесь как тут первоначально было запланировано был здесь вот как вот эта территория так она планировалась или не так она планировалась поэтому все это вот как раз прокуратура на такие вопросы должна дать ответ вот если планировалось так то это все равно неправильно это вопрос застройщика это с нарушением и поэтому должны переделать а в любом случае должны переделать потому что когда строилось это было одно когда построили вот даже та же пятерочка она появилась два года назад до того сюда никому в магазин не надо было некуда было ну все течет все изменяется поэтому надо просто приспосабливать какие-то территории к нуждам людей и это вполне законно законные требования и правильно они сейчас скажут у нас денег нет ну а вы чем думали это неважно вы строили это все да вы это все строили вы это принимали вы понимали что тут будут магазины и люди будут ходить ну на этом мы наш такой может быть где-то излишне эмоциональный репортаж я тут бегал как этот как буревестник носился над волнами потому что ну действительно смотришь на такое картинки будет плохое ничего вон кстати буревестник летит ну чайка для меня это буревестник для тебя чайка для меня чайка вот так вот друзья мои поэтому вот если вы живете вот в этих домах Шевченко 288 или вот здесь в соседнем доме если у вас тоже такие же возникают трудности с перемещением по этой территории присоединяйтесь пишите мне в комментариях я с вами встречусь возьму у вас интервью я все равно конечно буду писать один буду писать но если вы мне поможете то вы только поддержите усилите мою жалобу и наш с вами законные требования даже тем кто на машине им неудобно потому что тут вот сплошная и никакая а он ему пофиг он едет все равно неподорожные размекти да едут все вот по центру кто как в общем полный бардак а потому что изначально те кто это делал они тут сделали этот бардак это они сделали этот бардак а люди ездят как им удобно ну все надеюсь что все ситуация исправится я смотрю на это все с большим оптимизмом поэтому до следующих встреч буду держать в курсе моих дел и ваших тоже